Здравствуйте, уважаемые наши коллеги! Мы сегодня приветствуем всех, кто собрался на эту видео-лекцию. Я напоминаю, наша видео-лекция сегодня будет посвящена новым учебникам истории. Вы можете присоединиться к вопросам, которые вы можете задать лектору. Вопросы вы задаете, нажав на кнопку «Присоединиться к трансляции». Регламент сегодняшней лекции. Лектору предоставим полчаса на его сообщение, 15 минут в конце лекции. Это для ваших вопросов. Если вопросов будет много, мы несколько продлим ответы в время лекции, для того, чтобы вы получили ответы на свои вопросы. Итак, сегодня у нас в гостях Калуфалин Павел Андреевич, заместитель руководителя Центра гуманитарного образования и издательства просвещения, лекции называются «Новые учебники истории». Я передаю слово лектору, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я надеюсь, всем меня хорошо слышно и видно. В некотором свободном слове мне бы хотелось, естественно, во-первых, поскольку, возможно, это последняя наша с вами встреча перед началом нового учебного года, хотя, скорее всего, мы с вами еще встретимся в конце августа, в ходе августовских совещаний, я бы все равно хотел бы многим из вас пожелать, во-первых, хорошего отдыха и плодотворной, качественной, главное, радостной работы в новом учебном году. Естественно, чтобы эта работа ни в коей мере не омращалась, нашими глобальными нововведениями, которые в этом году начинаются, имею в виду три линии новых учебников истории, которые с этого учебного года начинают внедрение в образовательный процесс. Вначале я хотел бы просто показать вам новые учебники, так как не все их еще видели, собственно, вживую. То есть у нас, заранее могу сказать, и на это я буду часто ссылаться, у нас на сайте издательства открыт специальный раздел, посвященный новым УМК, где вы можете найти самую свежую и полную информацию о новых учебниках издательства «Просвещение». Там можно найти такие разделы, как «Вебинары», «Нормативные документы», скоро мы начнем размещать видео-лекции авторского коллектива по отдельным темам, про которые они, собственно, и писали. Там же крайне рекомендую, если вдруг я на какой-то вопрос сегодня не успею ответить, он не будет задан. Там есть список самых популярных вопросов, и, естественно, на них даются подробные ответы. Мы постарались охватить все наиболее острые темы, так как этот список мы формировали в течение практически ближайших четырех месяцев на базе всех тех мероприятий, которые у нас проходили. То есть это те вопросы, которые задавали учителя истории. А сейчас я просто хочу показать вам новые учебники. Одно из основных вещей, которые будут, возможно, вызывать определенные вопросы, это то, что с этого года они у нас все разбиты на несколько частей. С шестого по девятый в двух частях и в десятом на три части. Отдельно в своем выступлении расскажу, в принципе, о том, какие преимущества это дает. То есть вот так они выглядят. Это шестой класс, две части. Все они выполнены в своей характерной цветовой гамме, поэтому на полках магазинов, я думаю, что когда они появятся в розничной продаже, мы это ожидаем где-то в конце августа, то есть перед началом учебного года, вы сможете их легко найти. Дизайн полностью обновился, то есть как делали некоторые наши коллеги-издатели, они, в принципе, выпускали учебники в характерном дизайне, чтобы его можно было найти, вставляли там надписи «История, культурный стандарт». Мы пошли немножко по-другому. Мы сделали учебники абсолютно в обновленном виде. Обращаю ваше внимание, что на всех учебниках присутствует значок «Монитор» с надписью «Pros.ru». Это означает то, что дополнительные материалы находятся на сайте издательства для свободного скачивания, о которых я сегодня скажу, и у нас уже на старте этого УМК таких материалов будет достаточно много, то есть которые мы уже начали предоставлять педагогам, и в течение этого года будем их количество наращивать. Это был шестой и седьмой класс, перед вами восьмой, также в двух частях. Ну, дизайн характерен для той эпохи, про которую идется повествование. Девятый класс, также в двух частях. И, естественно, самое большое количество материала – это по десятому классу, по двадцатому веку, который, забегая вперед, все вы теперь наверняка знаете, начинается у нас не с России в начале двадцатого века, а с 1914 года, с Первой мировой войны. Так, десятый класс в трех частях. Подобный подход издательства вызывает, ну, недоумение, иногда критику. На самом деле, сразу здесь, если по этому пункту, разбитие на части учебников нам дало то, что мы ни в коем мере не уплотняли и не урезали материалы, которые заявлены были в концепции нового УМК по отечественной истории. Во-первых, как вы видите, учебник выходит в широком формате, поэтому пространство для размещения иллюстраций, карт, каких-то дополнительных материалов, даже просто значков навигации по методике мы не испытывали в этом трудности, и поэтому работать с учебником стало еще лучше. Кроме этого, благодаря разбитию на части, уменьшается вес отдельного учебника. Естественно, ученику не нужно таскать с собой сразу две части в течение всего года, то есть, отходив с одной, он потом переходит на вторую, и из-за этого отчасти снимается тот вопрос по поводу изнашиваемости тех же учебников. А теперь, коллеги, переходим, собственно, к самой презентации. Сейчас вы увидите часть материалов, которые нигде ранее пока не демонстрировались. Это те материалы, которые впервые мы показали в ходе открытого книжного фестиваля на Красной площади в Москве, возможно, в новостях вы могли с этим сталкиваться. И сегодня я назову, собственно, и по составу УМК, достаточно много информации расскажу, и, наконец, озвучу цену, про которую, собственно, задает основной вопрос. Ну, вначале, естественно, небольшие вводные такие слайды, рубрики. Зачем вообще все это происходило? Зачем вводилась концепция? Зачем был, значит, весь этот процесс? На сложности какие-то? Сейчас, видимо, у нас небольшая техническая процедура. Ну, на словах пока. Система двух концентров, которая использовалась в системе образования до этого, была уже привычной педагогам, но вызывала все равно часть критики. И самый большой момент, который был, это то, что дети изучали историю примерно по где-то 70 различным учебникам. В связи с чем возникали сложности и подготовки к итоговой аттестации, и к тому, что дети по-разному знали о раскрытии понятий и терминов. И в целом давно ходил в исторической среде вопрос об обновлении существенного содержания учебников и методики, чтобы там появились отдельные рубрики, главы, которые соответствовали современной системе образования. Я имею в виду в первую очередь такие вещи, чтобы было четко показано место истории России в русле мировой, чтобы было показано не только политическая история, то есть смена правителей и войны, заключения мира, но еще и быт, культура, религия, естественно говоря, в истории России нашего народа на разных его этапах. Причем, если говорить о, к примеру, православии, то и дохристианского, в том числе, периода, так как и этот пласт нашей истории тоже ни в коей мере не должен быть никуда опущен. Другие важные моменты, которые отражались в концепции, пока мы открываем презентацию, это новые списки персоналей, расширенные, из-за чего часть преподавателей, собственно, высказывали пожелание где-то сделать отдельным пособием словарь-справочник, к примеру, по всем тем лицам, которые у нас появляются с каким-то расширенной аннотацией. Это мы сделали, выйдет он, правда, не к сентябрю, выйдет он у нас в течение 2015-го, скорее всего, в 2016-м году, и будет еще одним отдельным пособием, которое не заявлено в составе УМК, который был заявлен в концепции. То есть мы будем предлагать его учителям для их удобства, для того, чтобы им был еще один источник информации. По поводу этапов, которые мы прошли, естественно, новые учебники прошли все необходимые экспертизы, педагогическую, общественную. Новая и самая главная для нас, наверное, это экспертиза российского исторического общества, воссозданного не так давно. Поэтому называется она историк-культурная экспертиза, и через нее в перспективе будут проходить все учебники истории, которые будут когда-либо появляться. УМК издательство просвещения еще на стадии обсуждения на экспертизе в Рио вызывал достаточно положительную реакцию и не раз отмечался как одно из самых удачных воплощений положения и концепции. Я имею в виду в том ключе, что мы постарались избежать каких-то политизированных точек зрения, слишком яркого показа истории для того, чтобы у детей не складывалось искаженное восприятие. То есть совместить обилие новой информации и при этом проверенные временем тексты в том числе и, конечно, обновленный методический аппарат с новыми рубриками, которые, собственно, помогают нам решить культурный компонент и показать Россию в русле всей мировой истории. Приказ номер 576 от 8 июня 2015 года, опубликованный, если не ошибаюсь, 15 июня, я, собственно, внес в новые учебники по истории издательства просвещения и еще двух издательств в действующий федеральный перечень и на данном слайде вы можете видеть даже номера, которые новые учебники там занимают. Ну и, естественно, уже с августа поставка и в розничные сети, и в систему образования, она активно начнется, забегая вперед, поскольку вопросы часто возникают, заказы на новые учебники, можно, издательство просвещения принимает уже сейчас от системы образования. Главный вопрос, который часто вызывал, и мы думали, как на него ответить, собственно, это вопрос цены. Мы официально заявляем, что оптовая цена на один учебник издательства просвещения, то есть на одну часть, которую я вам демонстрирую, составляет 165 рублей. Таким образом, учебник в двух частях с 6 по 9 класс составляет 330 рублей, и на данном слайде мы проводим сравнение с заявленной стоимостью учебника от другого издательства, которое было принострировано в ходе одного из вебинаров, если не ошибаюсь, 16 июня. Так, у нас со слайдами, видимо, опять проблемы. Ну, естественно, говоря о той же цене, естественно, учебник для 10 класса в трех частях составит 495 рублей. То есть таким образом, методом нехитрых калькуляций, то есть посмотрев, сколько боятся закупить учебники на класс, вы получите существенную экономию. То есть это одно из наших преимуществ. Причем это при том, что если у всех наших двух конкурентов учебники выходят в одном экземпляре, то у нас они, как вы видите, выходят в нескольких частях. То есть два учебника стоят дешевле, чем один. Другой сложный момент – это переход на новые учебники, начиная с этого года. Так как у нас хронология сместилась на 10 класс, у нас расширился 19 век существенно, то есть существенно прошла подвижка. Таким образом, мы можем констатировать факт, то, с чем столкнутся школы при переходе на новые учебники. Если, начиная с 6 класса, проблем никаких, то есть они проходят с древнейших времен до конца 16 века. Трансляция запаздывает, насколько я смотрю у нас. Итак, в 6 классе, если вы начинаете, проблем никаких. Если дети переходят из 6 в 7, тогда им предстоит в течение полгода повторения 16 века и затем уже изучение 17 в рамках концепции. При переходе в седьмой класс, из седьмого, точнее, прошу прощения, в восьмой, появится повторение 18 века. В восьмом классе произойдет повторение из восьмого в девятый, повторение девятнадцатого, изучение первой, десятой и двадцатого века. Из девятого в десятый, если дети будут переходить, то, естественно, в девятом классе они в двадцатый век уже прошли, и в десятом им нужно будет вынуждено организовать повторение. Эта ситуация характерна для всех трех линий учебников издательства. То есть она, думаю, вызывает определенные опасения, тревогу и сомнения в педагогической среде. Здесь, к сожалению, все издательства находятся в равных условиях и могут лишь предложить свои рекомендации и рассказать, какие элементы новых учебников могут облегчить подобную ситуацию с вынужденным повторением. Что касается УМК нашего издательства, то здесь самое главное, что мы делали, разбив учебник на части, как я сказал, мы не урезали содержание. И у нас присутствует где-то треть от учебников, от учебника, от курса, рубрик на самостоятельное изучение и так называемую проектную деятельность. То есть это те темы, которые дети могут и освоить самостоятельно. Естественно, методический аппарат, система вопросов и заданий, в таких параграфах в учебнике, она адаптирована под возрастные особенности. Плюс сами системы заданий, темы для проектной деятельности. То есть вот за счет этих материалов, плюс, естественно, самих новых текстов, можно организовать не просто эффективное повторение курса, но и углубить знания школьников, расширить эти знания, и сформировать те самые универсальные учебные действия, на которых часто не хватало времени, так как сейчас у нас появляется колоссальное пространство для, по сути, маневра у каждого учителя. Еще раз повторюсь, это начиная, получается, с седьмого класса у нас. То новые учебники представляют здесь колоссальный источник не только информации, но и методический хороший комплекс, элемент, который позволяет эффективно закрепить усвоенное ранее и выйти на новые какие-то компетенции, новые знания.